Дорогие друзья, приветствую вас! Ко мне поступил вопрос, какое пальцевое замыкание может привлечь вторую половину? Конечно же, этот вопрос актуален как для прекрасной половины человечества, так и для мужчин. Какое же пальцевое замыкание? Показать-то мне несложно, главное потом вам практиковать. Иначе, какое же это привлечение курам на смех привлечения? Итак, смотрим. Собираем пальцы замок. Левая рука обхватывает большой палец правой руки. Большой палец правой руки поднимается вверх. Называется пальцевое замыкание Шива Линга. Шива. Божество индуистского пантеона. В переводе с санскрит обозначает милостивый, дающий благо. Большинство грозное, поэтому к нему так обращается. Милостивый. Линга – это его естество. Соответственно, у Шивы есть его женская половина – шакти. Она выступает в разных ипостасях. Допустим, как хозяйка и мать его деток – Парвати. Как грозная сущность, изничтожающая демонов Кали. И как прекрасная с виду, но грозная, при этом обладающая всевозможным оружием и восседающая на льве или тигре – Дурга. И вот это вот единство – мужского естества и женского. Хорошо помогает при этом чтение специальной мантры, посвященной именно Дурге. При этом я рекомендую еще две дополнительные мудры, которые практикуются мысленно на уровне тонкоэнергетического тела. Что это значит? Это значит, что надо сначала сделать мудру, а потом ее мысленно сделать, представив, что она находится перед вами. Итак, мудра ксипана. Снова замочек. Замочек. Указательные большие пальцы на обеих руках замкнуты. И вытянутые средние пальцы. Локти в стороны и направить кончики пальцев вниз. Первая вот эта вот мудра, она индуистская. А вторая вот такая вот мудра. Буддийская. Многие иконографические изображения, но в буддизме их не называют божествами. Называют защитниками учения или ипостасями Будды, проявлениями природы Буддовости. Но по сути это обладающие своим сознанием, в сущности, нечеловеческого порядка. Условно их можно отнести к божествам, хотя буддисты будут руками и ногами отпинываться от этого определения. Вот. И они изображаются с таким пальцевым жестом, называется разбрызгивающий нектар. То есть от вот этих пальцев идет благодать к тем, кто обращается с мантровыми воззваниями к этим сущностям. Что для нас важно? Важно именно вот такое напряженное положение создать, представить, что из средних пальцев идет струя драгоценной жидкости, и источающий удивительно приятный аромат, сияющий и собравший в себе все качества, связанные со святостью, благостью, чистотой и различного рода приятными и преображающими сознание впечатлениями. Потом руки в намасте, и постараться мысленно сложить руки. Что это значит? Это значит, что вы мысленно, на уровне телесной фантазии, делаете вот это положение. Это положение делаете, а физические руки находятся в этом положении. Ну, с этим нужно потренироваться. Может быть, перед зеркалом постоять, может быть, на свои руки посмотреть. Особенно старательные товарищи могут себя заснять на видео, благо в каждом телефоне есть такая функция. Потом посмотреть, как оно выглядит. Помогает лучше именно мудру Ксипана почувствовать следующая мантра и ее смысловое, но не буквальное значение. Намо Пхагавати Адья Праджня Парамитая Умдхих Трих Шри Шрутти Смрити Мати Гати Виджая Сваха. Какое же у нее значение, у этой мантры? А значение у нее такое. Все, что из светлого, все, что из чистого, от сострадания ко всем страждущим, им даровано будет. Итак, мысленно, на энергетическом уровне, сложив вот это пальцевое замыкание, мы снова делаем вот такое вот. Но чуть ниже его, чтобы большой палец был на некотором расстоянии от сложенного на тонком уровне положения средних пальцев. Вот это положение вы делаете мысленно, а вот это делаете физически. В одном из важных ритуалов индуизма, посвященных Шиве, на его Шива Лингу проливается либо молоко, либо масло, либо вода. Иногда еще яйца разбиваются, делается некая такая смесь. Либо это извояние ставится под природный источник, чтобы постоянно текла вода вниз. Символизирует это священную Гангу, однажды удалившуюся на небо и лишившую своей милости людей из-за грехов некоторых из этих людей. Но потом, благодаря заступничеству подвижников перед людским родом, Ганга решила снова вернуться на землю в ее физической ипостаси, как река. И Шива подставил свою голову, и Ганга ударила ему в голову и в плечи и потекла вниз. Иначе все это грозило бы бедствиями и потопами для людского мира. Ну и в данном случае на уровне вашего физического тела, отображающего микрокосм, как макрокосм вселенский, на вашу Шива-лингу направляется поток благости. И еще одно пальцевое замыкание, которое сначала выполняется физически, а потом энергетически, на уровне энергетического тела. Несложно. Большие пальчики и мизинцы собираются, ногти, ногтевые пластины больших собираются, кончики пальцев делаются вместе, и эта штука подносится к области между бровями. Символизирует три мурти, три единства созидания, сохранения и разрушения. Представляет яркое свечение, особенно вот здесь вот, между ногтевыми пластинами больших пальцев. Потом ладошки делаем вместе, вспоминаем, что мы делали. А мы сделали вот так вот, раз, два. Это нужно сделать энергетически. Есть наиболее популярный вариант Гая-три мантры, посвященный Сави-туру, или Божеству Солнца. Звучит он Ом-ху-пху-ах-сваха-та-цави-тур-вареньям-барго-ды-васи-тхимахи-тхи-йо-йона-пра-чо-да-ят. Хорошо при этом читать ее вслух или мысленно. Итак, сверху энергетически вы сложили вот этот свет, стали своеобразным маяком, дающим сигнал в окружающий мир, что вот он вы или вот он она. Ждете свою вторую половину. На уровне энергетическом сложили еще вот такое положение, что самым чистым и светлым от своего сердца вы готовы поделиться. И на уровне физического тела вы делаете тантрический вариант Шива-линги. Соответственно, хорошо бы при этом читать одну за другой три мантры. Гая-три мантру ом-ху-р-пху-вах-сваха-та-цави-тур-вареньям-барго-ды-васи-тхимахи-тхи-йо-йона-пра-чо-да-ят. Мысленно сделав вот такой вот жест и сохраняя его. Поток благости. Запускаем мантры. Намо-пхагавати-адья-праджня-парамитая-ом-дхих-три-шри-шу-ти-сврити-мати-гати-виджая-сваха. И тантрическую Шива-лингу поддерживаем Гая-три, посвященной Дурге. Хорошо это дело практиковать в утренние часы, встав пораньше за полчаса до обычного своего пробуждения. В общем-то, это такая малая садхана, которую может себе позволить каждые заинтересованные в либо привлечении идеальной своей второй половинки, либо чтобы тот или та, кто рядом, были в большей гармонии, чем она есть сейчас в отношении с вами. Приятно было поделиться тем, чем поделился. До новых встреч!